За эти 20 секунд я почувствовала, что у меня нет земли под ногами, то есть я в какой-то невесомости нахожусь. Первый полет на параплане длился всего 20 секунд, а Дарьи казалась целую вечность. Летать сквозь облака она начала в 11 лет. Любовь к экстремальному виду спорта привил старший брат. У меня брат начал заниматься парапланиризмом в 99-м году. И так как я младшая сестра, я всегда стремилась быть старшим братом, прицепилась к нему и попросилась тоже вступить в клуб. Я даже и подумать не могла, что я буду продолжать. Это как-то было поначалу хобби. Но после первого полета у меня было очень много энтузиазма продолжать и вот дошла до большого спорта. Чуть больше недели назад полеты на параплане принесли Дарьи победу на чемпионате России. Изначально соревнования планировали провести в Курайской степи Республики Алтай. Но из-за ковидных ограничений в этом районе их экстренно перенесли под Белокуриху. В чемпионате сошлись свыше 80 опытнейших парапланиристов страны. Еще никогда в небо Солоновки не видел столько пилотов одновременно в воздухе. Соревнования длились неделю. Ежедневно спортсмены преодолевали по 50 километров. Быстрее и точнее всех была барнаульская парапланиристка. Полет – это всегда стресс. То есть, ну, это как бы не того уровня, как в бытовых условиях происходит. А здесь стресс в плане того, что ты должен быть сконцентрирован на все 100%. Ну, расслабляться нельзя, потому что достаточно экстремальный вид спорта и травмоопасный. Ломала колено, попадала в грозовую тучу. За 20-летнюю карьеру чего только не было. Но, несмотря на травмы, у Дарьи сложилась шикарная карьера парапланиристки. Дважды девушка становилась лучшей на Кубке мира. Таких спортсменов на Алтае больше нет и вряд ли будет. А все потому, что последняя детская школа по парапланиризму 7 лет назад закрылась. Это очень такая конфликтная сфера с точки зрения законодательства. К сожалению, государство здесь скорее препятствует развитию, чем помогает. Я думаю, с такими проблемами сталкиваются все виды спорта, которые не массовые, не олимпийские. То есть, поддержка минимальная в государстве? Менее, чем минимальная. К слову, хороший комплект для полетов стоит около 400 тысяч рублей. И, правда, можно приобрести бюджетный – до 100 тысяч. В любом случае, все затраты целиком ложатся на плечи спортсмена, который выбрал в качестве своего хобби сверхлегкую авиацию. София Яценко, Валентина Аскерова и Данил Захаров. День с толком.